всем большой привет я сегодня получила долгожданный свой заказ с интернет-магазина белорис второй раз я там делаю заказ и второй раз нетерпением жду свою посылку давайте сразу расскажу об упаковке если первый раз кто-то не смотрел мой ролик пришло все в маленькой коробочке у меня была декоративная косметика мне нравится что название магазина написано на самой коробочке и упаковано все было просто идеально помимо вот каждый предмет был упакован в такую слюду хрупкие палетки были замотаны прямо вот такой синтепон вот столько было синтепона вот в этой крошечной коробочке то есть по сути возможности даже если бы футбол играли этой коробкой на почте вдруг то ничего бы не пострадало огромное спасибо сайту за такое вот может быть для кого-то чрезмерное беспокойство но это было замечательно и очень приятно все приехала быстро идеально упакована после моего заказа мне позвонил менеджер или как называется человек который ведет переговоры заказчиком уточняли адрес и прямо такой очень хорошее обслуживание но мне впечатлило просто начну девчонки мальчишки издалека если мальчишки смотрят потому что некоторые смотрят и интересуются косметикой в силу своей работы очень часто в косметичках месяца либо когда я показываю свои парфюмы я упоминаю вот об этих уже всем может быть знакомым кексиках эти кексики я нашла на сайте белорис они там есть это такие туалетные водички замечательном просто видите так дизайне по форме кексов для меня это домашние теплые ароматы они в чем-то сладковатые для кого-то может это компотики для кого-то ванилька но это настолько приятные ароматы для дома они не очень стойки быстро выветриваются как быстро в течение часа вы с ними ходите потом можете обновлять они недорогие и поэтому если кого-то интересует меня часто девочки спрашивали где можно их найти вот на сайте белорис я их увидела поэтому обратите внимание ну и теперь давайте быстрее к заказу в прошлом своем заказе я показывала вот такую палетку в этом wild здесь даже на стекле написано сама марка очень она многим понравилось мне кто-то написал что видели такие палетки на других сайтах и они были значительно дешевле девочки я заходила по ссылкам оказывается обращайте внимание на вес те палетки которые мне показывали дешевле четыре с половиной грамма продукта в этой же восемь с половиной грамм поэтому цена еще зависит от размера мне очень понравилась эта палетка я с ней даже делала много-много раз макияжи и я решила попробовать из этой компании еще что-нибудь страна производитель америка тоже я взяла вот такую палетку она уже поменьше размером вот таких теней если это была одна только на сайте то вот таких было семь палеток на выбор поэтому можно было выбрать для себя у моей номер 3334 и давайте я покажу какие оттенки ко мне приехали мне нравится что на каждом спонже вот я так поближе спонжи покажу тут кисточка и спонжик даже написано в этом wild эта палетка действительно сделано в сша то есть не подделка ничего это прямо замечательная настоящая палетка качество теней меня впечатлило я вам сейчас покажу и где-нибудь вставлю фотографию уже теней на глазах меня часто спрашивают цвета ты делала макияж прежде чем показать вот сегодня специально сделала посмотрите какая цветопередача я сегодня делал макияж достаточно яркий из этих теней они не сыпятся совсем я не пользуюсь вот этими спонжами я пользуюсь своими кистями бесподобно вообще бесподобно очень красивый розовый цвет я его наносила под бровь фотографии наверняка я уже вам где-нибудь здесь ставил и вы на нее смотрите вот так они смотрятся и выбор когда 7 палеток разного оттенка это прямо супер я не буду первый заказ убирать потому что они как-то перекликаются обязательно вы можете по названию марки прямо на сайте найти вот то что я вам показывал прошлый раз ссылки на то что я заказала сейчас я вам обязательно оставлю под роликом из в этом вайлд мне еще очень захотелось попробовать что-то еще прошлый раз я брала еще пудру она у меня лежит понравилось очень понравилось а в этот раз я решила взять бальзам бальзам для губ вот так вот он выглядит так он называется их было на сайте 11 цветов мой называется вот так и 126 это название и вот такой цвет бальзам выкручивается также закручивается но на губах он смотрится очень очень классно смотрится он такой сначала ложится как бальзам как помада бальзам а потом вот этот блеск чуть-чуть пропадает и он лежит как невесомая помада при этом цвет у него немножко проявляется и становится посочнее то есть такой приятный цвет губ все что вот из помад я буду показывать наверняка уже где-нибудь здесь стоит фотография как смотрится на губах очень понравился не вкуса у него нет никакого на губах я его не чувствую вот разговариваю прямо настолько комфортно и красивые при этом он смотрится не как блеск а как помада аромат легкий легкий такой не ярко выраженный не вообще вот дискомфорта никакого не создает прямо очень понравился и цвет и ой простите и цвет и качество понравился очень хотя это бальзам для губ далее прошлый раз я брала очень нашумевшие продукты от эстрады это скульптор и хайлайтер хайлайтер у них есть в двух вариантах это золотой оттенок и розовый оттенок у меня золотой 310 номер я его не стала брать в розовом но хотя поглядывающим возможно я его закажу еще в розовом а вот скульптор от эстрады я брала прошлый раз в 201 оттенки и сейчас я взяла в 208 оттенки я хочу сравнить и показать мне было очень интересно в 201 оттенки мне очень прямо понравился эстрады россия изготавливает так и какие цвета 201 европа а 208 канада там еще есть азия третий оттенок азия но по цвету он такой с рыжинкой поэтому азии не захотел смотрите тени даже стереть их не смогла это вот вот этот темный коричневый оттенок прямо вообще супер аж не стирается так давайте я вам покажу 201 европу сводч это который прошлый раз я брала им европой не переборщишь а сейчас я взяла канаду 208 оттенок вот здесь вот написано внизу 208 и сейчас мы с вами посмотрим канаду видите канада как поближе может показать канада потемнее бежевый оттенок если в европе можно ну хоть какую-то там желтинку разглядеть хотя ее там нету но этот более такой серый бежевый и он более темным смотрится то есть им уже можно переборщить для меня это было прямо неожиданно видите разница какая 201 1 до его 208 то есть тут уже цвета отдача хороший если у этого расход больше то вот этот цвет идет более экономно здесь я вот за месяц даже если вам видно есть луночка это я вот каждый день в течение месяца им пользуюсь прям вот настолько нравится каждый день буквально и вот так вот смотрятся эти оттенки азию я брать не буду мне очень хотелось попробовать именно вот канаду вот так такая разница это был скульптор а вот хайлайтер я вам тоже покажу вот так вот он выглядит тоже не переборщишь настолько деликатно смотрится на лице единственное что в течение дня хайлайтер нужно бы обновить потому что он пропадает с лица может быть потому что я стараюсь не переборщить чтобы было деликатно для и носибель на для улицы потому что это все таки не на камеру но вот он немножечко пропадает но смотрится очень красиво на лице у меня вот в желтом золотое сияние хочу розовые все таки розовые я наверно тоже возьму интересно попробовать с эстрадой еще не все я поглядывала еще на тени прошлый раз я брала еще помаду сейчас не понесла ее я не буду второй раз уже делать повторный обзор можно наверно оставлю ссылку где-нибудь под роликом где первый обзор со в общем если вдруг кто-то не смотрел пройдете давайте сейчас посмотрим тени большие палетки для однушки больше 3 и 3 грамма это хороший хороший такой я взяла тени в 209 и в 210 оттенки это 210 такая вот информация они заявлены как по-моему ультра стойкие всего на сайте я насчитала 12 оттенков входит в каждый спонжик и вот это вот прозрачная пленочка ну и давайте смотреть вот такой вот цвет розовый сатиновый приятно прям пальцем по нему водить очень приятно такая вот цвета отдача хорошая прямо розовый красивый такой и давайте 2 туда же кстати на пальце остался и 2 тоже посмотрим 209 уже оттенок также спонжик я очень давно хотела какой-то баклажановый цвет вот прям что такое бордо уходящие в сливу или в баклажан был и вот он у меня теперь есть при всей моей большой палитре теней запасах у меня такого цвета не было поэтому меня сейчас очень тянет на такие оттенки которых у меня нет как и вот эта палитка палетка у меня такого вот желто золотого нет цвета сочно розового нет и такого темно коричневого тоже нет поэтому вот для меня это подборка теней прямо что-то новое макияж с этими двумя оттенками я еще не делала но в один день невозможно все сделать но уверена что будет красиво вот так они смотрятся ссылки конечно я оставлю вот так вот остается еще на пальцы я наносила кстати вот эти тени без базы и вот вы посмотрите как смотрятся они на глазах далее одеваш увидела я палеточки теней двушки их там было пять по моему оттенков в этой палетке 3 грамма тон 33 давайте так поближе информацию покажу деваш кстати тоже россия что здесь написано вы знаете вот эту палетку я выбрала по сайту со вспышкой видимо вот когда фото сделано было она смотрелась поярче то есть если бы я увидела что тени бледнее чем я думала то я бы наверное именно эту не заказала но давайте посмотрим любом случае таких оттенков у меня тоже нет тут вот серый и серо-коричневый так она смотрится и давайте смотреть вот здесь то не самые первые получаются слева вот такие оттенки в целом красивые тут сатиновое такое сияние легкий макияж можно сделать когда не хочется чтобы ваши глаза были видны еще за поворотом то такой макияж имеет место быть отличные тени все равно они мне понравились с удовольствием я конечно будут тестировать все все на глазах мне это очень интересно и очень хочется готовы даже за день два-три макияж делать настолько интересно сидеть и вот делать макияж еще марки которые с которыми я начинаю знакомства это риммель и арт визаж вот от риммель я взяла помаду у меня одна уже есть только не мне кажется другой серии я потом посмотрю эта помада так их 13 штук было столько я обещаю до восьми часов у меня в оттенке 050 давайте вот такой покажу ну что-то парадайз красивый оттенок я с ним походила 8 часов я не ходила потому что мне надо было протестировать три помады но цвет просто бесподобный как он мне понравился на губах он такой сочно ложится темненько я с ней не кушала и на стойкость и и не проверяла но он этот цвет на губах комфортный и носится очень приятно и вообще на губах не чувствуешь и и вот так она смотрится понравилось прям вот помада очень понравилось она не застывает на губах то есть это та стойкая помада которую вы носите но она при этом не впитывается в губы пигментом не въедается на губах очень комфортно не сушит губы про эту помаду могу еще сказать что это рим и лет великобритания красивый оттенок прямо очень понравился ну и от арт визаж я взяла помаду вот такую она как-то называется интересно губная помада кашемир коллекция в красном у меня 308 оттенок романтика вот так выглядит вот она коллекция в красном вот это вот бирочка была вот так и это я ее уже в бок отодвинула ну и давайте посмотрим тут оттенков было аж двадцать четыре в отношении этой помады могу сказать что цвет я выбирала по картинке он не соответствует на самом деле она приехала светлее я думала что она будет по факту чуть-чуть светлее вот этой но все-таки оттенок такой более на губы похоже на натуральные губы потому что по интернету я боюсь брать яркие оттенки и стараюсь брать что-то нейтральное вот такой оттенок эта помада она содержит в себе витамин а и е и это подразумевает что она будет ухаживать за губами должна давать блеск увлажнение и питание то есть обещание у этой помады очень хорошие я ее носила недолго вот так она выглядит вы знаете она очень похожа на помаду советских времен такой перламутр если ее наслаивать то перламутр будет ярче виден он такой не знаю вам видно или нет искусственное у меня освещение он как золотом бывает перламутр как в серебро уходящий а этот золото сильно наслаивать не надо иначе она будет не очень красиво как-то смотреться но в целом помада очень симпатичная на губах смотрится комфортно держится комфортно смотрится красиво единственное что цвет я хотела бы может быть в малиновый больше нежели в рыжеватый тут прям такой в коралл уходит не знаю видно вам это или нет потому что свет немножко в любом случае я фотографии даже вставляю но несколько камер они проходят то есть вот настоящий оттенок очень сложно увидеть потому что во первых вспышка фотоаппарата потом в обработке ваш экран мой экран ну то есть показала как смогла помады неплохие мне понравилось на губах носила в течение может быть минут двадцати-тридцати если вот смотреть на все три оттенка которые у меня здесь наверно от арт визаж мне понравилось меньше всего а вот эти две очень особенно вот прямо я сейчас сижу и наслаждаюсь вот этим вот бальзамом очень комфортный и очень приятный и последнее что я заказала у у нас в магазинах я найти не могла у меня были уже спонжи от этой фирмы мне их дарила жануля вот так называются это фирма здесь 20 штук это спонжи для макияжа тут они клиновидные как клинышки у меня были круглые как ими удобно наносить тональную основу и тональная основа экономится и стираются они хорошо и хватило у меня вот 20 штук круглых на год поэтому я дико рада что я нашла на этом сайте вот эти вот спонжи вот так давайте вам покажу какая информация здесь ссылку конечно я оставлю где их можно там заказать вообще сайт белорис меня очень впечатляет и очень реально очень понравился прямо я на нем сижу даже как не надо делать заказ все равно я на него захожу смотрю какие новинки там кстати очень часто вот эта рубрика с новинками она обновляется то есть постоянно поступает что-то новое нужно за этим следить если это интересно вот наверное я с вами уже буду прощаться наболтала много показала тоже много еще раз давайте покажу вот так вот сводчи очень рада я что взяла второй оттенок потому что я думала что пигментация у обоих оттенков будет одинаковая просто цвет отличаться но нет пигментация тут ярче а здесь побледнее поэтому хайлайтер я обязательно буду брать еще и в розовом цвете хочу еще знакомиться с другими марками там много всего представлено очень много белорусской косметики прямо очень много поэтому думаю я с этим сайтом подружилась надолго ссылки оставлю проходите смотрите знакомьтесь расскажите что из этого всего используете вы может быть что-то посоветуете интересное что есть на этом сайте а я может быть еще не знаю мне будет интересно тоже потестировать со всеми прощаю всем до новых встреч приятного времени суток и всем пока пока